Всем огромный привет! Вы на канале Супер Гекто! Пора подумать о парфюмерии, которую было бы здорово носить именно весной. Сегодня я хочу поговорить о сегменте ниша. Покажу вам свои нишевые ароматы, которые я предпочитаю носить весной. Заварите себе чайку, кофейку, возьмите что-нибудь вкусненькое. Конечно же, не забываем ставить лайки, подписываться и писать комментарии. Приятного просмотра и погнали! И откроет этот список Мансера Wild Fruits. Очень весенний, летний, красивенный аромат, который мне нравится. Однако я с ним не сразу, знаете, как-то нашла общий контакт, скажем. То есть он симпатичный, но не было что-то для меня конкретно цеплящего. Но вот он настоялся. Даже из флакона уже звучит манка. Цитрусово-бело-цветочный, красивущий. Со стороны звучит невероятно офигенный. Однозначно пользуется популярностью. Я рассказывала, сестра на него обратила внимание, я ей сделала отливантик этого аромата. Потом как-то ехала я в метро, и девушка какая-то... Ну, я вам рассказывала, да, я была в научниках, еще не понимала, что она от меня хочет. А выяснилось, что ей так понравился этот аромат, и зацепил, что она считала просто своим долгом как-то до меня докричаться, чтобы узнать, что это за аромат. Вы представляете, уровень цеплялого, чтобы вот прям очень горело хотелось узнать, что человек просто у меня там как-то то ли по плечу, что ли слегка. Потрясающе, однозначно. Это красивующее вот это облако. Прелесть во флаконе. Ну и раз уж мы заговорили о Монсеррату, я также хочу поговорить о Purple Flowers. Обратите внимание, какой красивущий флакон. Просто обалденный. Это что-то, да? Ну, ох, он как сама магия. Мне кажется, цвет магии. Вот у Монсеррат, как я понимаю, такие ароматы, они красивые. Ну, по крайней мере, вот два из этих точных. Других у меня пока не было. Надо будет знакомиться. Но у них есть свойство. Вот как-то из флакона пахнуть не так привлекательно. Вот здесь, например, мелькала ретровость. Однако он тоже настоялся. Я уже чувствую приятную фиалково-розовую пудровость. Нежность розовых лепестков. Это что-то аромат невероятно красивый. Здесь действительно какая-то магия и волшебство. Скорее, просто магия, мистика. Волшебство немножко другое. Волшебство, скорее, кстати, тут. Вот тут, можно сказать, он такой волшебный, такой сказочный. Я бы сказала, это аромат фей. А это аромат, скорее, ведьмочки. С древесным аккордом. Замша тут ощущается. Слива. В целом, это что-то невероятное. Я даже когда сама от себя его слышу, думаю, боже, как же это, вау. А муж так у меня вообще млеет каждый раз, как я только на себя наношу. Вот так. Следующий аромат моя любимка. Мост хэв. Зарко парфум розовая молекула 090-09. Открывается эта коробочка. Ну, крайне сложно. Даже на зацу. Ну, коробка, конечно. У меня соточка. И мне его муж подарил на днюху. Ягодно-свежий с древесинкой махагония. Но это, если описывать просто это облачко, это звучание невероятное. Кстати, это тоже вот аромат фей. Я так вот его слышу. Мне представляется фантастический лес. Знаете, летающий фей. И вот этот аромат. Вот серьезно? И вот эта древесина махагоний кругом. Достаточно отчетливо слышна. И, честно говоря, именно эта нота цепляет. Сам он, вот я бы сказала, что я в нем слышу такой воздушный маршмеллоу, клубничку, шампанское, сливки. Я слышу клубнику, хотя здесь, по-моему, клубника не заявлена даже. Ну, вот я просто говорю, вот как слышу я. И я также слышала о том, что не все ноты указываются в ароматах. Ежели действительно слышно. У меня прям реально такая кисленькая клубничка со сливкой. Слегка вот кисленькая нотка. А может быть, сочетание каких-то других нот дает такое. Следующий аромат обожаю. Красивее. Раскрывается в холодное время года. Я об этом уже рассказывала. Однако, я его, конечно же, однозначно ношу в теплое время года. И вам тоже рекомендую с ним познакомиться. У меня 75 мл изначально. Никому не отливала ничего, но тут уже тоже прилично. Нет, до половины пока не дошла, но значительно отпила. А это значит, что аромат мне тоже нравится. Для меня определенный и всегда так. Это аромат банных березовых веников и инжира. Вот так он слышится из флакона. Может быть, кому-то это покажется не столь каким-то затеем. Или уж тем более претендующим на какую-то изящность. А скорее даже что-то такое весьма приземленное. Но я бы так не сказала. В этом что-то есть такое цепляющее. И если учесть, что здесь всему особенно отчетливо слышен цитрус, то он становится супер красиво дорогим по звучанию. Но опять же, это так. Я его слышу. Кто-то может быть по-другому, но это так. В любом случае. Такой-то разгоряченный, прям древесинка банная. Вот не знаю, попробуйте. Может быть, кто-то тоже, как я, слышит баню. Будет очень интересно. Если так, то напишите мне об этом. А также, кроме вот самой банки, как я уже говорила, то такими шампуневыми принадлежностями, так сказать, шампунегелевыми, да, которые там в ванной используются. О, в ванной, в ванне, пардон. Это красиво. Это необычно. Он со мной уже вот достаточно долго. Года два, по-моему, он у меня, если я не ошибаюсь. О, блин, достаточно долго. Это, конечно, завернуло. Мне лет 15 и даже не там 6-7. Хотя даже это не достаточно долго. Ну, вот мне почему-то кажется, что он уже так долго, но нет, не так уж долго. Радуется это время очень сильно. Возможно, вы слышите, котик начал мяукать за дверью, но я открывать не буду, поэтому, вот, надеюсь, он вас не будет сильно беспокоить, потому что я не буду прерывать съемку для того, чтобы встать и открыть дверь. Вот, надеюсь, Тобиас меня поймет. И не будет вопить. Конечно, конечно, будет. Ну, это... Мне это неудобно. Давайте попробуем с ним договориться. Тобиас! Я сейчас снимаю. Иди отсюда пока. Ну вот. Значит, дальше. Это как раз-таки Монталька. Свит Пион. Сладкий пион. Несмотря на то, что этот аромат, он явно относится, и я его так воспринимала, и, в принципе, мне кажется, даже сейчас так все равно воспринимаю, но не могу даже поверить до сих пор, что он может быть на теплое время года. Видите, Тобиас умный. Но это все-таки так. Он подходит. Когда я с ним познакомилась, когда я его носила, я была уверена 100%, когда я говорю, что это осень, зима, не более. Ну, однажды я его потестировала летом почему-то, не знаю, что меня побудило, и я поняла, что он летом, на самом деле, в теплое время года, звучит гораздо интереснее. Пахнет действительно сладким пионом. Я здесь различаю нотку кофе, шоколадную нотку и пион одновременно. То есть, вот как вот это смогли передать, это очень интересно. Ваниль даже ощущаю. Легкую какую-то специю, чуть-чуть она дает такой пикантности, аромату в целом, подчеркиваю его. Я бы, знаете, даже сказала, что это шоколадный пион. Но именно когда зимой носишь или осенью как раз, нет, осенью, по-моему, нет, а вот именно зимой. Ой, так лезет мускус, и он здесь, ну, противный, если честно. Знаете, я думаю, что это мускус, он очень пудровый, держится довольно долго, потом он уже сглаживается, становится таким, какой он есть, но при этом, при всем, он все равно не обретает какую-то полную красоту. Да, он симпатичный, прикольный, но... Мне есть чем сравнить. Именно в теплое время года, поэтому я его на весну предлагаю вам тоже, потому что в нем появляются какие-то вот совершенно мягкие лапки, украшающие его полностью и делающие комфортным для теплой или жаркой погоды. Вау, вау. Супер весенний аромат, это прям имя весны, можно сказать. Байреда ля цулип. Красивущая коробочка. Ну, так получилось, что еще пока в коробке аромат. Какие-то вынула, какие-то вот остались коробки, поэтому сейчас мы с вами достанем. Да и более того, здесь, кстати, даже вот Байреда сзади тоже кругом написано. Вот, видите, здесь нетравматично открывается коробка. Все нормально, красиво и интересно. Красивенький пузырек. Его прям смело можно назвать пузырьком. Этот флакончик милый. Крышка здесь. Кстати, аромат уже половины нету. Половины этого прекрасного, красивущего. Так что в скором времени мне уже придется вновь им пополнять коллекцию, потому что это тоже мой must have. Любовь случилась у нас мгновенно, можно сказать. Да. Я когда его услышала, потестировала. Кстати, крышка вот на магните. Когда я его впервые услышала и нанесла, я заметила в нем порошковость. И вот на самом деле, ну, стирального порошка, знаете, ноты здесь есть. И на самом деле присутствуют. Где-то вот в старте, в начале, но они мне тогда понравились. Я думаю, все равно тюльпаном пахнет. Пусть порошковыми нотками, но пахнет и тюльпаном. А мне это нравится. Но на самом деле, вот эта вот легкая порошковость, она уходит. И остается лишь настоящий натуральный тюльпан. Со своим вот этим прекрасным бутончиком, хрустящим стебельком и листиками. Это что-то пахнет натуральным, свежим тюльпаном. А так как тюльпан это один из любимых цветов, второй такой, сейчас узнаете. Прям сейчас об этом я и поведу речь. То неудивительно, что этот аромат у меня в коллекции. Я хочу отметить, что я его тоже тестировала. На холодное вот не помню. А вот в жару, знаете, вот стоит только реально набрать обороты весне и уже быть похожей на лето. То в этом момент, к сожалению, этот аромат теряется и он уже не звучит. Ну, по крайней мере, так для меня. И в принципе, с учетом того, что тюльпан, тюльпан это весенний цветок. Я думаю, неудивительно. Итак, следующий мой любимый цветок это пион. Поэтому Джо Мало, пион и замша. Причем надо отметить, что я именно люблю и пион и замшу. Поэтому сочетание, конечно, идеальное. Моя знакомство с этим ароматом началось с сэмпла. Ну, точнее, с отливанта. На данный момент осталось почти на дне. По-моему, я 10 мл взяла. Подносила, влюбилась. Получилось на уже комплименты от мужа, что он красивый, классный. И, конечно же, сразу приобрела себе вот этот шикарный флакон, где изображены сверху кружево орнаментом. Очень красиво. И форма флакона мне нравится. И даже колпачок вроде такой. Ну, он и не простой, кстати. Тоже интересный. Здесь все гармонично, включая саму наклейку. Да и сам аромат, он такой же. Он женственный. Это тоже, кстати, вот прям имя ему весна, но он и на лето хорош. Вот это мне в нем вообще нравится. Это яблоневый цвет, в первую очередь. Несмотря на то, что пион и замша. Причем такой красивый, такой натуральный. Я наношу на себя и чувствую это облачко шикарное. Ну, а потом, естественно, присоединяется пион и белая замша. Красиво так все это звучит. Благородно, женственно, тонко, аристократично. Это аромат бомба. Следующий аромат, на самом деле, он не однозначен для теплого времени года. Однако я решила его поставить на весну. Ну, во-первых, весна, в принципе, это относится, если уж на то пошло, к сладкому пиону. Тоже как бы неплохо на старт весны. То есть, март у нас в начале, это не совсем еще весна, да? Вот, то на это время, мне кажется, очень хорошо звучать будет этот аромат. Но и не только на это. Тоже такое, вот что мне в нем тоже нравится, это вот воздушность, легкость. Он какой-то чистый. Это хлопок, сладкий хлопок, я бы так, наверное, сказала. Это так необычно. Какой-то белый цветок я здесь чувствую. Аромат кашемирового свитерка белого. Вроде тепленький как будто должен быть. Но на самом деле этот аромат холодный. То есть, это все звучит холодно, а такое подходит вполне на теплое время года. И то есть, я бы вообще на весну отнесла. Вот летом я бы не рекомендовала. Летом он удушает однозначно и может выдать какие-то не те ноты. Но вот на весну я его решила поставить. Вообще, я не помню, тестировала ли я его конкретно на весну. Так сказать, в преддверии весны мне показалось, что вполне может подойти. Посмотрим, посмотрим. Я постараюсь потестировать, а потом вам уже расскажу, подошел ли этот аромат на весну или нет. И еще один аромат. Вот, кстати, именно с ним я и познакомилась через именно-таки сэмпл. И влюбилась. Я его носила тогда на... Я училась в автошколе. Носила этот аромат и наслаждалась. Вот это у меня прям в памяти осталось. Вот, и потом уже я сделала его своим большом флаконе, когда у меня уже и сэмпл закончился. И вот, он у меня ассоциируется и с весной, и с летом. Потрясающий просто. Ну, в принципе, он мне подходит как раз-таки на это время. Это Ван Клифф энд Арпельс Калифорния Ривье. Он у меня не так-то давно-то, собственно. И вот здесь уже тоже приличненько. Нету аромата. Ну, потрачено в смысле. А мне кажется, даже тут одинаково. Однаково. Ну да, что-то такое похожее. Тут у нас тоже 75 мл. Вот этот у меня появился в новом году. Я же себе его на Новый год подарила. А в этот Новый год я себе подарила Purple Flowers. А этот подарила на прошлый Новый год. Вот, этому аромат год. Этому, да, больше. Вот этот у меня был летом, как раз в 22-м. В 23-м я подарила на Новый год 23, подарила себе этот. Я еще в Новый год подумала, как здорово, как я угадала. Потому что я его распрыскала. Я понимаю, что вот старт мандаринки. Вау, правда к Новому году подходит? Мандариновый старт. Прекрасный. Потом этот жасмин. Такой приятный, красивый жасмин. Именно не раздражающий. Я не люблю жасмин в ароматах, но тут прекрасный жасмин. И медовая нотка. То есть он такой жасминово-цитрусово-медовый. И это вау. Я вам рассказывала, что есть такой бренд. И они делают похожие полностью, прям со стопроцентностью ароматы на оригиналы. Но делают они вот в таких флаконах, еще в маленьких. И эти ароматы действительно схожи. Я это проверяла. И поэтому в остальном я полностью доверялась, приобретая. Поэтому смело доверяйте тому, что я говорю. Все так и есть. Данный аромат от Килья. И он имеет достаточно красивое название. Цветок бессмертия. Если вот так открываешь, то это персик с пудровостью. Аромат мне, кстати, это нравится. А, да. И у него еще присутствует одеколонность, которая достаточно яркая на самом деле. Но вы знаете, что интересно? При первом распылении я ощущаю озоновость и баблгам. Вот как интересно. Довольно быстро вступают в эту комбинацию цветы в таком свежем звучании. Слышны смородина, фрезия и солирует ирис. И уже в базе присоединяются персик и ваниль. В нем очень интересное сочетание. Он нежный, но и яркий одновременно. Это некий антагонизм. Но это неплохо сочетается и это здорово. Но, однако, из-за наличия одеколонностисти, она определенно присутствует, хоть меня и не напрягает на удивление, потому что я ее не люблю. То можно сказать, что аромат все-таки на любителя. Но мне нравится аромат красивый. Причем, я бы сказала, он такой персиково-цветочный. Вот где-то так. Следующий аромат, ой, я уже его открыла. Это Экс Нихило. Вот, хотя раньше там что-то говорилось Экс Нило. Потом это стало все-таки Экс Нихило. Флер Наркотик. Приевшийся, надоевший всем уже аромат. 150 раз. И на самом деле он очень часто встречается. Ну, очень часто я его слышу. Аромат-то неплохой. Свежефруктовый. Но в нем присутствует очень неприятная нота грязи. И это выглядело бы так, если вы берете фрукты, и они грязные. Вот что-то типа того. То есть, в целом, аромат прикольный, приятный. Но вот эта свербящая, отвратная нота, она прям реально отвращает. Все-таки она добивает. И она прям вот реально свербит, достает. И она присутствует настолько отчетливо. А что игнорировать ее откровенно сложно. Он мне вроде бы и нравится, вроде он и симпатичный. Но рука к нему не будет часто тянуться. Иногда можно. Вообще, для меня, как бы это странно ни звучало, для похода в магазин, прогулки с друзьями, тоже можно сходить прогуляться. Но это точно не для свиданий, работы, не для деловых вопросов. Я бы, знаете, как сказала, что это аромат разъебать. Вот так бы я его назвала откровенно. Если данное видео досмотрено тобой до этого момента, значит, оно тебе понравилось. Это повод оценить, а также написать комментарий. Подписывайтесь, если еще этого не сделали. До встречи и пока!